Я на этом проекте уже около 5-ти лет. На самом деле это не просто проект, это большая компания технологическая, которая отдает нам ауксорс часть своих проектов. За это время я поработал с тремя разными проектами, которые делают одно и то же, решают одно и то же бизнес. Но при этом они были в основном реализованы разными командами, в разных странах и с разными соответственно техническими требованиями к этим проектам. Эволюция проектов. Изначальная стоимость проектов очень сильно зависит от цены разработчиков, от технологий, которые мы выбираем. Поэтому в сфере рекламы это имеет большое значение. Я работал с тремя проектами, два из которых вы здесь можете видеть. Задачащик раздал свое добро на раскрытие архитектуры всех проектов. Помимо последнего, над которым мы сейчас работаем, поскольку это может повлиять на котировки акций. Есть два проекта. Они развивались абсолютно параллельно, абсолютно разными компаниями в разных странах. На текущий проект, в момент все три проекта они в продакшене и более-менее справляются с задачей, которую ставили. Домен задачи это адвертайзинг. То есть, если коротко, то мы показываем рекламу на девайсах и вебах. Иногда на аппликейшнах. Несмотря на то, что продукты принадлежат одной компании, у них разные сейв-департменты, и поэтому на разные продукты подписываются совершенно разные клиенты. И требования могут немножко отличаться. Текущий наш проект, самый хайло, он полностью разрабатывался с нами нуля. Мы с нуля применили все возможные техники, которые знали, для того, чтобы максимально увеличить его перформацию. Ну, для понимания, что такое 11 тысяч реквестов в секунду, я погуглил и быстро нашел информацию о Твиттере. Касательно Твиттера, в секунду создается около 6 тысяч реквестов. 6 тысяч твиттеров. Недавно был такой казус с Твиттером. В Японии была премьера какого-то аниме, и они в этот момент словили пик в 30 раз. То есть у них нагрузка была около 180 тысяч реквестов в секунду. Новых твиттер. Небольшая табличка сравнения производительности, то есть то, с чего мы фактически начинали, и то, к чему мы позже пришли. Как видите, здесь везде более-менее одинаковые требования. То есть для адвертайзинга время ответа, оно не является слишком критичным. В большинстве случаев, там, 60-100 миллисекунд устраивает большинство заказчиков. Еще один важный момент, который стоит ответить, это тайминг для большинства реквестов. То есть, опять же, для большинства заказчиков тайминг для 95% реквестов должен управляться в такие вот рамки. В самом последнем проекте эти требования были очень сильно обжесточены. При том, что фишка оказалась в том, что это была ошибка менеджера. То есть продажник просто ошибся в два циферка, и вместо пятерочки нарисовал девять. В итоге мы столкнулись вот с такими неприятными для нас последствиями, потому что это очень сильно повысило требования к нашему продукту. Еще одной такой замечательной особенностью стал HTTPS. Как вы, наверное, знаете, HTTPS, он два раза дороже. Тем не менее, мы как бы почти справились с этой задачей, и вы смогли довести перформанс одного сервера на очень приемную цель. Немножко о том, что такое C3X на Shinsons. Это четыре виртуальных кора. Чаще всего это два физических и два виртуальных. В гипертрейдинге, да? То есть как там Амазон их распределяет, я точно не знаю, поэтому не могу гарантировать, что там где-нибудь все четыре физически. Ядра в гипертрейдинге, как вы, наверное, знаете, они перформуют где-то на 60-50% хуже. В продакшене на данный момент все сервера, они с лоэвершем 2.3. Это означает, что всегда некий объем ресурсов зарезервирован для пиков, которые могут возникать в системе. По технологическому стеку. То есть стек у нас опенсорчный и базируется на Java. Несмотря на то, что проекты развивались с разными командами, в принципе, технологический стек более-менее одинаковый. То есть везде был Spring, потому что он просто банально облегчает скорость разработки, простатуру и еще вот и дальше. Везде есть некий URM, в случае Мопликса это был немножко старый. Сейчас это везде, там, киберная река. Суббд. Суббд, в принципе, это... Они более-менее одинаковые, там, движки не сильно отличаются. Постгрессной скилл. Для репортинга в Мопликсе используется Vertica. Это некая надстройка над постгрессом, которая проприоритарная, которая заточена под большие лоды и под большие объемы данных. Принципиальное отличие между проектами, это, фактически, то, чем они связывают с друг другом. Это, в случае, МГЭД, дистрибьютор декэш, некое подобие Хаттель Каста, да, или Зу Кипера. Ну и, в принципе, все. И новость кирстораджи, которые юзались на этих проектах, они чуть-чуть отличаются. В случае, МОПИКСа, это, конечно, МОПИКС не будет. Итак, где-то восемь месяцев назад к нам обратился заказчик, вот, с приблизительно такими требованиями. Ну, как видите, ничего сложного, то есть, тысяча человек в секунду, это, в принципе, если хорошо постараться, можно все уложить в один конечный сервер. После трех месяцев разработки оказалась еще ситуация немножко другая. Опять же, непонятно почему, ошибка какого-то менеджера привела к тому, что опять пропустили ноль. Да, к сожалению. В общем, нам пришлось быстро перестраивать свою архитектуру и отказаться от части стека, который мы уже заработали. Ну, из интересного, что можно отметить, да, это большое количество пользователей. Ну, чтобы вы еще понимали, это заказчик имеет некий аппликейшн, который очень популярен. Наверняка из вас кто-то его даже юзает. И у него 85 миллионов активных пользователей. Они довольно активны, да, в период пользования аппликейшнами. И вот создают где-то вот такую вот нагрузку, которую нам нужно держать. Итак, об архитектуре нашего проекта. Если посмотреть с самого большого уровня, то есть такие три большие модуля. В чем пишет? Фишка в том, что если отправивается любой из этих модулей, второй свободно продолжает работать. Это очень, как бы, одно из самых главных требований заказчика, потому что никто не любит, да, когда его сервис лежит. Несмотря на то, что вот этот модуль скрыт завод балансерами, вот этот модуль скрыт завод балансерами, они все равно, мы все равно постарались разработать архитектуру максимально эффективно, чтобы она полностью была независимой друг от друга. Если немножко приблизиться, да, то имеем такую картину. Есть некая консолька UI. По сути, это обычная крут-операция, которая присутствует в любом web application. Там вы создаете свою рекламную кампанию, конфигурите его и говорите, вот я хочу показывать пользователям с Украины вот этот баннер два часа дня, и не чаще, чем два раза в сутки. После того, как вы сконфигурили эту рекламную кампанию, она попадает в SQL и потом копируется SOLAR на разные, на один SOLAR-мастер, который потом реплицирует свой индекс на слоевый. Первый логический вопрос, да, который возникает, зачем использовать здесь SOLAR? Я буду честным, так попросил заказчика. У него была, как бы, персонаж заказчика, это техническая компания со своими продуктами. У них уже был, как бы, опыт Мопкликса, который юзал бы этих целых SOLAR. То есть, если бы я делал эту архитектуру, я бы просто использовал, там, обычный мастер-слейт депутейшн, не парился по этому поводу. Ну, в общем, если поискать плюсы у SOLAR, да, то это быстрый поиск по кверям, по любой сложности, в принципе. То есть, кто не знает, что такое SOLAR? Текстового поиска, который построен на лице. В дополнение, SOLAR, как бы, это такая еще веб-надстройка над лиценом, которая имеет все фичи, поддерживает все фичи лиценов и дополнительно еще предоставляет кучу разных логинов, часть из которых, в частности, вот эти два мы используем. Из минусов работает только по HTTP, то есть, нет embedded. Вернее, embedded SOLAR есть, ну, который можно было строить, да, ваш аппликейшн без необходимости поднимать HTTP сервер. Он есть, но он работает еще хуже, чем вот этот HTTP сервер. Значит, изначально, ну, буквально, как выглядит работа наших delivery серверов, да, которые держат основную нагрузку. Есть некая рекламная кампания, она попадает вот в этот индекс, и сервер начинает ее delivery. Есть куча разных таргетинг-параметров, по которым нужно отобрать память конкретно пользователей. Ну, например, да, по geolocation, то есть, как я говорю, показывают пользователям с Украины, вот конкретно на украинский флаг. Вот, для этой цели мы хотели изначально использовать SOLAR. Потом, во время того, как мы это сделали, мы отказались, ну, то есть, изначально нам этот solution подошел. Подошел до того момента, пока мы не получили вот эти новые обновленные требования по перформансу. Потому что с новыми требованиями все оказалось очень печально. И, в целом, вот, статистику перформанса SOLAR вы не можете видеть. Это все на одной X-Large инстанции. Ну, и плюс, handling сам как бы SOL тоже довольно непросто. Вот это вот так выглядел типичный запрос. Это только маленький его кусочек. То есть, там было еще четыре вот такого полотна, деформировался. Его было очень трудно дебажить, очень трудно было понять, где что не так, что отвалилось. В общем, мы полностью выпили это все и перешли на Java. Итак, идем дальше. Значит, после того, как индекс попадает на слоевы, он копируется на локальные Java-машины, которые уже не занимаются раздачей вот этих всех баннеров и принимают решение о том, какой баннер какому пользователю отдать. Есть набор фич, для которых необходимо хранить общее состояние для всех delivery серверов. То есть, понятно, да, когда у вас один сервер, у вас никаких проблем нет. Вот только у вас вам нужно увеличить нагрузки, разгрузить как бы сервера, вам нужно уже шириться, там, горизонтально, да. Для этого вам нужно хранить некое общее состояние для всех серверов. Ну, например, для чего там вам нужно? Например, вы хотите знать, когда вам нужно прекратить показывать баннер. То есть, один сервер может задоливерить 100 баннеров, второй там 1000. И вы никогда не знаете, какой и сколько задоливерить. Вот именно для такой штуки очень хорошо подходит новый ScareSuit Solution. То есть, вы на каждый request скидываете туда общие счетчики и на каждый request берете эти счетчики обратно. Таким образом вы знаете, как бы, real-time статистику показов. Так, я этот слайд попущу, потому что... Кто с Явой работает? Хорошо, тогда я не буду удивляться, какой-нибудь специфик у Ява. Итак, вот слайдик, почему новый Scare. Итак, как я уже сказал, для real-time data, для нас очень важен был response time. Поэтому мы искали максимально быстрый North Scale Solution. Что еще такого знаменательного? Ну и их лод, который способен держать этот North Scale Solution. Так как ожидаемая нагрузка была довольно высокая, то в пиковые часы нам надо выдерживать где-то 120 тысяч операций в секунду. На текущий момент средний лод при нашей архитектуре сейчас где-то 50 тысяч request в секунду. С этим лодом у нас справляется один сервер, не напрягается. Ну и, конечно же, дешевизна. Никто не хочет платить много, делая мало. И мы остановили свой выбор на Redis. Почему Redis? Ну, во-первых, он написан на C. То есть всякие Cassandra, всякие Valdemort и всякие тому подобные вещи, они не способны хорошо справляться с High Loader, потому что там есть дополнительный overhead на виртуальную машину. То есть максимальное производительство вы уже не можете добиться просто по одному простому одному. Из классных плюшек Redis он очень вековесный. То есть на одной машине можете запустить тысячу этих Redis и спокойно выкладывать. Очень классная фича и его быстрый респонс. То есть в private амазоновском клауде, в private-нетворке, среднее время ответа там 200 микросекунд. Это очень круто. Ну, по сравнению с другими мемовскими сторожами, которые мы переправляли. В бенчмарках Redis тоже очень классно себя показывает. Мод 190к гетов за секунду по факту. Это не совсем так, потому что, я сам понимаю, пишутся в бенчмарке. В реальной ситуации, в реальных гетах, для реальных ключей, реальных размеров, это где-то 50-60 тысяч. Очень офигезная фича Atomic Increment, которая выбывает из одного из недостатков самого Redis. Ну и плюс у Амазона есть уже готовый сервис. Это нам на заметочку с OpenStack. Вот. Elastic Cache. Значит, благодаря тому, что есть фич Atomic, благодаря тому, что Redis является однопоточным, у него есть вот этот классный фич Atomic Increment. То есть большинство остальных solutions, они являются однопоточными. Поэтому операции Atomic Increment, они превращаются буквально get, increment, set. И в это время какая-то другая часть программы могла поменять это значение. Вам надо было делать optimistic log, бросать exception, ловить. Если падает exception, вы опять делаете request. В общем, не всегда подходит. И иногда очень дорого. Для нас это было дорого. Поэтому Atomic Increment была одной из основных фич, которые мы делали YouTube. Итак, поскольку он однопоточный, чтобы утилизировать по максимуму все ядра системы, вам нужно делать или кластеры, или шаги. В то же время кластер буквально был выпущен за релижинг, месяц или два назад. То есть кластер еще не является production-ready, он не является хорошо тестированным. И любой заказчик воспротивится по плану этого кластера на production. Еще из нюансов Redis. Он как бы крут, но остаются такие нюансы, как persistence и page swapping. Эти штуки, в принципе, могут неплохо заделейить респонс с Redis, с чем, в принципе, и сталкивались. Ну и плюс он содержит память и никакого диска. На диск скидывается обычно какая-то копия, там, дамп, на всякий случай. Итак, DynamoDB. Изначально мы завязывались на Amazon Stack, поэтому мы захотели использовать DynamoDB. Так как это было просто, быстро, да, и для нашей нагрузки, в принципе, должно было выходить. Что оказалось? Оказалось, что по High Loads DynamoDB ведет себя очень плохо. Помимо того, у него не оказалось автоматического скейлинга, несмотря на то, что так было заявлено, там, в документации самого DynamoDB. То есть, что это означает? Когда вы запускаете, там, кластер DynamoDB, вы руками прописываете, мне нужна нагрузка, там, в тысячу реквестов в секунду. Для вас специально создается кластер, который способен handle тысячи реквестов в секунду, и он, соответственно, там стоит, там, тысячу долларов. Вот. Если нагрузка вырастает, вы упираетесь в этот пик, и вы ничего больше не можете сделать. Как мне тут подсказывали, там, через клиентскую библиотеку, можно поменять эту продукцию, но, опять, это очень сильно будет зависимо от вашего бюджета. В общем, она не настолько хороша, как хотелось бы. Плюс там нету, по крайней мере, когда я работал, я там не видел атомных инкрементов, и что, как бы, тоже влияет. Ну, как видите, вот, Redis выигрует, фактически, по всем параметрам. Что по поводу других solutions? Итак, как я уже говорил, да, там, я выписал только те, с которыми я лично работал, с которыми я стыкался, или про которые я слышал в футбеке от проверенных людей. Итак, по Кассандре. Есть в Киеве у нас ребята, которые заюзывают Кассандру для похожего проекта. Они сейчас хендлят где-то тоже на Xlarge. Кассандра обрабатывает 5к реквестов в секунду, при этом время ответа около 8 миллисекунд получается. Фишка Кассандры, она очень хорошо скейлится горизонтально, то есть, без каких-либо ПЛО, без каких-либо дополнительных затрат, скажем так. То есть, если один тазик хендлят 500 реквестов, то два тазика легко захендлят 1000 реквестов. В этом ее очень прикольное конкурентное преимущество. Валдеморт. Мы использовали его на Engage, да, как NoSQL solution для хранения там сессий, там куча разных реквестов. В принципе, тоже неплох, но тоже время ответа там около 10 миллисекунд, и Хендли там еще меньше, чем Кассандра. Но там есть много прикольных фишек, про которые я уже забыл. Так что, к сожалению, надо расскажу. NonCash тоже неплохая вещь, в принципе, довольно быстрая, но там нету кучи вещей, которые мы юзаем сейчас в Redis. Это Atomic Increment, это хэши и так далее. Во время... После того, как мы немножко зарелизились, у нас возникла небольшая проблема. Мы получили реальную юзер-энтри. Давайте я вам расскажу, зачем мы это используем. В обычном веб-мире есть куки. В куках люди, которые показывают рекламу, системы, которые показывают рекламу, они проставляют некие параметры. Ну, то есть, буквально, когда вы заходите на сайт, там показывается баннер, этот баннер вам в куку прописывает что-то, мол, я показал вам вот этот баннер такого-то числа, там, за экспартсию и так далее. Эта информация используется для того, чтобы не показывать вам одну и ту же рекламу несколько раз. Например, за день. Вот. Наш заказчик, почему... Наш клиент, нашего заказчика, почему-то отказался как-то имплементить в своем аппликейшн некие аналог куки. Вот. Что это для нас значило? Это значило, что мы должны будем хендлить у себя всю вот эту базу из 85-ти миллионов пользователей. То есть, представляете, да, идет какой-то delivery, там, 10 тысяч гребестов в секунду, и вам постоянно надо точно знать, показывали ли вы рекламу этому пользователю, там, в другом сервере, который параллельно, тоже там, велиивает кучу реклестов. В общем, вот эта фича, она очень усложнила задачу и фактически является самым узким местом нашей системы. Итак, мы посчитали, что в самом худшем случае нам нужно около 300 гигабайт памяти для того, чтобы хранить эту базу в NoSQL Solution. В частности, Redis, да, потому что, если говорить о Кассандре, то там инфа сбрасывается на диске, там это легко разруивается. Мы прошли по самому простому пути, мы просто сжали данные, которые мы храним в этом NoSQL Solution. Ну, по дефолту, насколько я знаю, ни одно NoSQL хранилище не сжимает данные. Поэтому чаще всего это происходит на клиентах, в данном случае, в наших Delivery Server. Ну, это вот некие сравнения ядовских фреймворков. Ну, по факту, что тут можно сказать, что сжатие, как бы, упростило нашу проблему. Да, мы уменьшили нагрузку на сетевой стек, уменьшили нагрузку на Redis, благодаря уменьшению объема данных, которые мы храним. В общем, картина получилась гораздо более оптимистичной. По поводу Delivery Server. Это те, которые раздают рекламу. Я тут немножко выписал статистики. Эта статистика, она для конкретного сервера. То есть, есть сервер, вот когда приходит на вход request, там ставится метрика, возьми время. И когда вот реклест заканчивается, заканчивает процесситься, мы берем так вот между текущим временем и началом. В Яве есть куча полезных кузовин, которые позволяют это легко сделать. Это, в частности, это кодахейл метрикс. Вот. На текущий момент у нас получился вот такой перформанс при нагрузке 800 репестов в секунду, при LoaTeverge 4. LoaTeverge – это как бы униксовый параметр, который показывает нагрузку на ядро. То есть, в случае у вас четырех ядер, LoaTeverge 4 означает, что у вас все ядра занят. Ну и плюс, учитывайте, что в Амазоне это все виртуалки, дополнительный overhead на разные кейсы и дальше. На что тратится время, ну, конкретно в нашем случае? Это лагирование, то есть, его операция записей request on disk. Занимает около 12%. Генерация респонса 15%. Request предис занимает половину времени процесса на реквест. То есть, несмотря на то, что редис мега-крут, мега-быстрый, тем не менее, все равно одна входка по сети занимает, вот, фактически, половину времени процесса. Можно вопрос? Да. За счет чего вот такое количество редис? За то, что у вас много, грубо говоря, кивейнеров, которые вы в процессе реквестов вытягиваете? Они услышат за счет чего что? За счет чего такое количество, ну, 50%? Потому что это сеть. Сеть это всегда главное. Нет, нет. Я имею в виду, у вас получается, редис же это, по сути, кивейнеров, да? Вы в процессе, ну, обработки реквестов, часто просто по сети, какой-то реальный рост? Да, один-два реквеста, да, один-два реквеста в среднем мы делаем в редис на один реквест. В зависимости от параметра. Это, я ответил? Да, да. Ну, и, как видите, сама бизнес-логика, да, занимает, фактически, вот, чем. То есть, все остальное это разного рода его операции. Итак, переходим в Big Data части, Репортинг, как он у нас устроен. Фактически, каждый сервер генерит логи. Эти логи пишутся в лог-файлы, которые ротейтятся каждую часть. То есть, как только у нас час кончается, мы подменяем лог-файл и пишем уже другой файл. Те логи, которые были уже за предыдущий час, они копируются на S3, бэкапятся, и после этого попадают в Hadoop. В Hadoop они агрегируются, после агрегации попадают в модуль DTL, DTL. Он чаще всего находится там, где ему, это просто процесс перекидки агрегированных данных. Агрегированные данные попадают на консольный репорт. Как выглядит типичный лог в нашей системе? Ну, вот как-то вот так. Там есть много разных полей, в зависимости от того, что пришло, там они по-разному заполняются. Что имеем в выходе? То есть, в самый плохой день у нас где-то получается полтерабайта данных. В месяц это, ну там, почти 20 терабайт. Ну и понятное дело, что любой, как бы, рекламодатель хочет знать, сколько, как его реклама деливерировалась, сколько она эффективна была и так дальше. Как это выглядит с нашей точки зрения? Есть некоторый набор полей. Да, они могут быть такими угодно. Но, по факту, это некие дименшины. Дименшины, по которым мы можем строить репорты. Для вот такого рода юзкейса. Чаще всего заказчик всегда и точно знает, какие репорты ему нужны. Почему он это знает? Потому что у него есть какой-то бизнес-ник, да, по которому он определяет, зачем это надо. Ну, например, он может билить своих адвертайзеров для людей, которые у него покупают рекламу, по этим репортам. Ну, например, он может сказать, дайте мне репорт, сколько баннеров было показано в этом регионе за вот это время. Что мы делаем со своей стороны? Мы приходим к заказчику и говорим, ребята, пожалуйста, определитесь с тем, какие именно репорты вы хотите видеть. По каким дименшинам мы можем сгруппировать эти данные для того, чтобы уменьшить их объем. Потому что, сами понимаете, 20 терабайт в месяц – это просто нереальная сумма. В принципе, можно построить решение, да, есть много способов, но это дорого. То есть, если заказчик готов за это платить, то мы вполне можем за это платить. Но гораздо дешевле разбить input на определенные дименшины. И, имея вот эти определенные дименшины, мы можем сократить объем данных очень сильно. Сокращаем мы с помощью Hadoop, то есть, практически агрегируем. Что получается? Из нашего input мы получаем output, который в 500 тысяч раз меньше, чем в предыдущей данной. То есть, есть сырые данные, да, после трансформации, агрегации, они превращаются в жалких 40 гигабайт в месяц. 40 гигабайт в месяц – это полтерабайта за год. То есть, любая СОБД справиться с полтерабайтом не напрягается. Что можно сказать по саму Hadoop? У Hadoop есть офигенский плюс, да, что его легко скейлить. То есть, закинули там 5-0-1-0, получили там плюс, там, сколько лет перфомансов дополнительно. Точно так же, как у Cassandra, никаких фактических обраничений нет, кроме там. Из минусов. На самом деле, у Hadoop минусов гораздо больше, чем у Cassandra. Например, он не real-time. То есть, вы, Hadoop – это так называемый патчинг процессор. Вы процессите логи патчками. Нет такого кейса, где вы постепенно, постепенно наполняете или отдаете с какого-то стрима. С Hadoop также есть одна такая проблемка, что не все можно заскейлить. В зависимости от того, как вы написали код, в зависимости от ваших дименшинов, есть ситуации, в которых скейлинг может не происходить. То есть, фактически, весь датапроцессинг будет происходить на одной моменте. И вы можете иметь кластер хоть из 50, но все равно все вычисления будут происходить на одной. Такие кейсы возможны, их тоже следует учитывать. Ну и, говоря об Амазоне, да, мы используем Elastic MapRedux. И там кластер Hadoop стартует очень долго. То есть, 10-20 минут – это норма для поднятия кластера. Как правило, 2 минуты. Максимум 5. Ну, неправда. Я просто сижу, он поднимается вниз. Ну, вам просто повезло. Это очень сильно зависит. Ну, понятно, что он не всегда так поднимается, да. Но есть кейсы, когда он реально может вас выразить. Непредсказуемость, да. Да, непредсказуемость, согласен. Итак, что есть из альтернативы? Из альтернативы есть что? То есть, если бы я сегодня, например, разрабатывал этот агрегационный модуль, да, я бы заюзал банальный шторм. В чем его фишка? Он сразу на лету в процессе данных. То есть, является real-time. По отзывам моих киевских коллег, он лучше performing, лучше Hadoop, в смысле, быстрее. Там меньше разного рода абстракций и так дальше. Ну, я сейчас говорю о первом Hadoop, потому что, когда мы его заюзали, да, то там спустя где-то полгода вышел уже второй. То есть, сейчас есть уже второй Hadoop. Там полностью переделана архитектура. И я не знаю, насколько он сейчас крут. Так что, может быть, он уже исправился. Есть еще офигентская штука, как Redshift. Redshift – это сервис от Амазона, который по сравнительно дешевой цене 900 долларов за терабайт предоставляет вам огромное хранилище в Cloud. То есть, по-моему, это почти единственная вещь, за которую этот Redshift чаржит. То есть, фактически, закачали терабайт данных, платите 900 баксов в месяц. В принципе, не так уж и дорого. Особенно, если вы будете часть из этих данных потом туда выкидывать, и вам не надо будет платить каждый месяц. У нас, кстати, ребята, вот эту же штуку, как и у нас, то есть, такой же репортинг, по сути, сделали без Hadoop и сделали с Redshift. То есть, они старые данные запихивают Redshift. В Redshift строят квырю агрегационную, которая делает фактически в GroupBuy. В результате этого GroupBuy вложат в отдельную табличку, которая, и это уже отдельная табличка, она используется в репортинге. Они посчитали, у них получился этот салютшин немножко дешевле, чем с Крупом. Плюс быстрее, где-то в два раза. Потому что, там, опять же, с этим кастером. Моб плюс... Валерий Михайлович, моды как же? Да. Платите только за данные, а еще и за сервисов, за сервера. То есть, это тоже туда входит. Раз. И Redshift как же работают с каунтами, с группированием, честно говоря, тоже работаем. Тут надо поспорить. Но то, что платить не только за данные, а еще и за сервера, это 100%. Ну, значит, этого я не уверен. Надо двигать. 100%. Да. Окей, ладно. Поверим. Вертика. 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 Это, как я уже говорил, проприоритарная надстройка над постгрессом. Она, как бы... То есть, по сути, отдельный CDD-Solution строится на постгрессе, но там куча разного рода организаций, в том числе, в ЕНСД или сжатие данных. То есть, Вертика заявляет, что они сжимают все данные в 10 раз. Поэтому, мол, они там эффективно работают и так дальше. Но, Солюшен очень дорогой. Один сервер, и там, по-моему, стоит 5 тысяч в год долларов, если не больше. Вот. Его ребята у нас юзали. Ну, я тоже попробовал, скажу вам, ничего особенного. То есть, то же самое можно вполне делать на обычном постгрессе. Не вижу смысла платить. Всегда остается четвертый способ, да, это математические модели. А по поводу альтернатив, это, опять же, все то, с чем я как-то более-менее стыкался. Понятно, что их гораздо больше. Всегда есть математические модели, как модель BIOS, например, которые там рассказывали нам из первых годов. В общем, всегда есть альтернативные пути. Поэтому никогда не стоит выбрасывать чипов. Может, вы найдете именно что-то более интересное для себя. Немножко PR-обман-предюсер. Да, это такой себе сервис в Амазоне, в котором очень легко разворачивать ходу. В чем фишка? Фишка в том, что вы буквально там пару кликов и небольшим скриптом можете очень быстро поднять, с учетом таких дилейер, регулярно, можете нормально поднять кластер. То есть не надо менеджерить кластер, он очень классный. Итак, по нашему таймингу, что у нас есть? В пиковый час у нас приходит где-то 25 гигабайт логов. Процессинг по дубе занимает около 40 минут. Минус где-то в среднем 10 минут на поднятие кластера. Обычно кластер поднимается один раз в своем процессе, пока там что-то не закешится. Так что это как бы не частая процедура, но тем не менее она случается. Это тоже нужно учитывать. Аутпут нашего хадупа это всегда csv файлы, точнее csv, потому что сейчас растужим. И так, с 25 гигабайт у нас в аутпуте получается 30 мегабайт. Вот на таком вот кластере. Пут изначально, вот самым простым способом, как мы изначально делаем. То есть приходит csv, а мы это через csv, а через ял, через любой скрипт считываем, парсим ее в entry и эти entry через ORM-ку просаем в басе. Это получилось очень эффективно. Но опять же, да, потому что мы изначально рассчитывали на совершенно другой довод. С нашим новым доводом нам пришлось отказаться от этого. Что мы сделали? Будем чуть-чуть там подтюрнили вещи и увеличили этот импорт от 300 мегабайт до 5 минут. Ну, 5 минут для 300 мегабайт тоже может показаться много, но на самом деле у нас много индексов, много табличек, так что, в принципе, более не нормально. Что было за оптимизировано? Мы полностью избавились от insert into структур. Все batch log поменяли на log data. Очень эффективная вещь. В 10 раз ускоряет приблизительно, ну, по сравнению с insert into. В 10 раз увеличилась скорость insert. Иногда можно заюзать mySum engine. То есть это engine, в котором нет никаких транзакций, там нет фейлового хендлинга, транзакционности никакой. Но для некоторых таблиц это может подходить. В нашем случае мы это используем для unique table. Потому что данная точность им очень важна, и мы готовы там, скажем, потерять чуть-чуть данных в случае, косяка какого-то. Это тут нам прирост где-то дает 5x. Ну и для абсортов. Это insert и апдейт с двух операций. Мы ее заменжаем memory. Плюс надо подтюнить дополнительные опции, это я все про мой скейт, чтобы уменьшить количество ее операций. Итак, вы, наверное, заметили в схемах, что там было слово каскадинг. Каскадинг – это надстройка над хадуком. В чем ее фишка? В хадуке вы просто работаете с map и reduce. То есть два метода. Они легко там что-то получили, обработали, выдали. В каскадинге вы работаете немножко в другой абстракции. Вы работаете как бы с некими уже подготовленными энтитями и принимаете для них вот эти вот разного рода операции. Причем вы не знаете, какие операции будут map, какие reduce. То есть полностью абстрагируетесь от хадупа. Изначально эта вещь должна была упростить понимание хадупа, но лично мне каскадинг не нравится. Он довольно сложный. Там непонятные абстракции. Короче, вход немножко over-engineer и много разного. Но это все как бы джанр-фок. Когда можно его использовать? Если вам нужно в role процессить несколько job. То есть в хадупе как обычно происходит? Есть на вход данные, они попадают в кластер. После кластера получается output. Есть кейсы, когда вот этот output вам нужно запроцессить еще раз. В хадупе это не очень удобно делать. То есть надо опять же покрывать это своими какими башскриптами, менеджер. Что делать в случае, если одна job зафейливает? Что делать, если другая? Что делать с output, который застрял посередине? Куча неконятных нюансов. Каскадинг эту работу как бы решает и все прячет далеко от ваших глаз. Что очень важно. Итак, дальше, ну это такая вот схематическая схема как это работает. Мы в дополнение ко всему, то есть мы не просто процессим данные во время работы в ходу кластера. Мы еще часть из них сохраняем на HDFS системе. Так как кластер остается поднятым, мы часть данных оставляем на системе. Зачем это нужно? Ну есть такая функциональность, как fraud detection. Это попытка определить, какие клики сгенерила не наша система, а какой-то плохой пользователь попытался там что-то плохое сделать. В общем, для этого мы храним в истории всех реквестов и делаем примитивные выборки для сравнения. За счет вот этого вот части на работа нашего кластера хадуповского она очень долгая. То есть в целом, если за процессом 25 гиг может занять 5-7 минут, то с вот этим функционалом, fraud detection, длина джоба увеличивается только на 30 минут. Потому что там очень много данных. В данном случае узким местом является диск. Что еще касательно нашего репортика? У нас есть, по сути, две базы данных. Одну базу мы сформировали из user-specific reports. То есть те репорты, что вы видели, там Geo, Device, Unique Reports. Это все репорты, которые хочет пользователь. То есть они чисто для его функциональности нужны. Но есть, как бы, база данных с табличкой, которая, по сути, содержит все Dimension. Это очень огромная база. И зачем она используется? Она используется для каких-то вот сложных аналитик. То есть мы не вносили всю эту в одну базу, да, потому что в этом случае пользователь просто остался недовольным. Потому что делать выборки на терабайты данных – это очень медленно. Ни один пользователь, если это мериться, не будет. Поэтому сейчас в современном мире есть тенденция к разделению вот таких специфик-репортов, которые вам… Выборка по которой вам нужна очень быстро уже сейчас. Вы их выносите в одну, там, структуру, да. В случае, там, более специализированных, какие-то data mining, request, вы уже пихаете все сюда. Итак, что мы выучили? Несмотря на то, что Redis довольно прикольная и классная штука, все равно даже вот на грузке, когда приближается к 50-ти тысячам в секунду, Redis начинает отваливаться по тайм-ауту. То есть у нас есть ограничения, да. То есть мы не можем ждать ответа от Redis дольше 50 миллисекунд, потому что если мы будем ждать дольше, то мы выпадем из этих 9-ти процентов реквестов. Поэтому если Redis не отвечает дольше 50 миллисекунд, мы обрываем connection и фактически работаем без одной небольшой фичи. и продолжаем хендинг-реквестом дальше. Поэтому, чтобы избавиться от вот этой вот проблемы с термозмотностью Redis, мы заюзали шердинг. Ну, шердинг – это известно вещь, я думаю, не о чем говорить. В принципе, очень простой. Проблема возникает, когда у вас уже запущен некий кластерный шарп, и вам нужно добавить новое шарп. Это реальная проблема. Почему? Потому что мы юзаем не просто Redis на инстансах, мы юзаем Elastic Cache – сервис от Амазоны, который не умеет реплицировать данные между кластерами. Что очень плохо сказалось на нашем салюшене. В общем, мы эту проблему решили программно. Фактически, как это выглядит? Мы рестартуем все delivery и сервера по очереди. Пока одни delivery, а остальные рестартуруются. В это время мы заливаем новый код. Новый код уже работает с двенадцать шардами. То есть, это два логических шарда. То есть, по факту, они могут быть одними и тем же. То есть, с одинаковыми машинами. То есть, новый шард – это, фактически, старый шард плюс пара новых машин. То есть, логически, мы идем в старый, в новый шард. Если entry нет, мы идем в старый. Если на этом месте, то собираем его в новый. То есть, фактически, мы постепенно, через код, по чуть-чуть, по чуть-чуть переносим все данные из старого кластера и распределяем его на новый шард. Параллельно равен со скрипт, который уделяет все те entry, которые не пришли во время выполнения. Как-то, underground и так далее. Как ни странно, самой большой табличкой оказалась табличка Unique. Она очень быстро от жесток. Ну, понимаете, да? То есть, фактически, каждый второй request, ну, каждый request – это уникальный пользователь, чаще всего. Их 85 миллионов. И для конкретной одной рекламы это будет уникальный пользователь. Поэтому вот эта табличка очень быстро вынесла. Что в этом случае можно сделать? Можно придумать какой-то свой алгоритм, как это считать. То есть, можно, например, на country-day-insert увеличивать какие-то там counter и потом уже во время select-count-distint выдавать пользователю конкретно уже заранее подсчитанный count, который, например, в триггере может считаться. Ну, то есть, solution придумать можно множество. Но, опять же, да, это не очень хорошо, потому что там мануальный код, за этим надо следить, надо фиксить там бани, в общем, саппорт. Есть офигенная штука – partition, да, это когда мы просто физически разбиваем наши данные на несколько логических блоков. и есть такая вещечка, как хиперлоглог, которая – это такой программный алгоритм, который позволяет, скажем, он очень правильно применим именно к ситуации с юниками. Потому что, когда вы считаете обычно уникальным пользователем по какой-то рекламе, чаще всего точность не нужна. Поэтому вы можете заюзать этот алгоритм. Он буквально берет вашу строку, которая является уникальным идентификатором пользователя, вычитывает в ней хэш-код. Этот хэш-код как-то особенно хранит на каком-то формате, накапливает банч этих хэш-кодов, потом применяет какую-то там операцию, битовые операции. Ну, в общем, почитайте в интернете, я уже точно не помню, как он работает. Но по факту он, как бы, очень позволяет делать быстрые выборки действий каунта. В нашем случае мы применили партишн, то есть мы разделили юник тейбл на несколько партишнов. В чем фишка партишнов? То, что когда вы раненете, говорю, вероятнее всего он попройдет только на один партишн. То есть если у вас 10 партишнов, вам надо обработать 10 раз меньше данных, 10 раз меньше его операций, и, соответственно, request в процессе довольно быстро. Поиск в индексе происходит тоже только для конкретных партишнов, то есть там есть формировщик, он определяет, какие партишны нужно смотреть, и здесь опять сокращается время. Ну, как-то так. Ну, и немножко, как бы, презентация проходит к концу, немножко выводов, да, как мы, вот, словно из Ахенли, такое было. Ну, мы постарались полностью избавиться от любых его операций. То есть, если где можно было, мы все заоптимизировали. То есть, аннотация к кешаму, это чисто ядовская вещь, да, но мы ее проставили практически везде. То есть, весь код, который делируется с играми, он в памяти. Все, что вычитывалось с базы, все это происходит параллельно, никак не влияет на основной экзекьюшн флоу. Поэтому мы не сходим. С хадупом было много проверенных специалов, было много разных нюансов. Я сейчас немножко, я небольшой артист по этому устрою. Значит, когда данные попадают в Input мапы, у них вот приблизительно 300 мегабайт. После того, как мап запроцессируется, в Output, конкретно в нашем случае, получается 80 гигабайт. То есть, представляете себе, да, пришло 30 гигабайт, а Output я получил 800 гигабайт. Это специфика работы хадупа, да, потому что на каждую Entry, в зависимости от количества вот этих Dimension таблиц, вы создаете необходимое количество ключей разных из одного входящего lock-in. Что тут можно завязать? Первая, самая простая вещь, это включить компрессор между мапой и редюсером. В нашем случае это позволило ускорить работу, там, мап редюсджоба, да, где-то в 10 раз. По кодекам, что есть? Есть дефолтные экзиповские кодеки. Они немножко дороги в плане ресурсов, в плане стоимости, но зато как бы идут из коробки с хадупом. Есть платный LZO, он раньше входил по дефолту с хадупом, но потом, там, какие-то проблемы с лицензированием выяснили, если его отменили. На текущий момент, самым вот эффективным кодеком считается когда мы снепы, это дубловская разработка. Если это тоже критично, можно подключить какой-то native кодек, где конкретно на GES, и вызывать его через джинал. Комбайнер, это такая штука, которая находится между, которая находится, это, по сути, маленький редюсер внутри каждого мапа. В том числе с хадупом работал. Ага, понятно. Ага, понятно. Ага, да, 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 будет трудно. Сейчас я подумаю, как это будет. На пальце. Что-что? На пальце. На пальце? На пальце. На пальце. Даже не знаю, как он сказал. Как работает ход? Значит, приходит вам вот этот LOG Entry, который вы видели. Он копируется несколько раз и раздается на вход разным нодам, то есть один и тот же LOG Entry приходит только на одну ноду, например. То есть если у вас input большой 1 гигабайт и у вас 5 нот, у вас input в 1 гигабайт распределится на 5 кусочек под 10 гигабайт. Каждый кусочек попадет на свою ноту. В этой 200 гигабайт есть некий один лог. Этот один лог попадает в map. Map это просто метод, который на вход берет вот этот input entry, так сказать. В этом мапе вы делаете необходимую вам логику. Давайте я вам сразу покажу. Приходит вам на вход такой лог. А вам, скажем, нужно из него получить табличку по гео. То есть вы берете этот лог, парсите, получаете entry. В entry есть поле country, мы обычно сидим. Ну, допустим, у нас здесь только country. Вы говорите, я хочу сагрегировать вот эти entry по стране. Вот этот лог, он попадает в output map. То есть вы взяли страну отсюда, она оказалась Австрия. Вы приплюсовали единичку, и в output map попадает entry. Страна там, АУ, количество единичек. То есть если у вас в мапу пришло 100 логов с одинаковым колем, то в output map у вас получится 100 вот таких вот entry с единичками. Надеюсь, это понятно. Вот. И вот эти все 100 entry с одинаковым колем по сути, они поедут в редюсер. И там они уже схлопнутся в одну entry. Country, АУ, счетчик 100. Эту же самую операцию вы можете повторить в комбайнере. Комбайнер, он оплавится чисто для мапы, как для одной конкретной мапы. То есть, короче, код делает то же самое, что в редюсер, только на этапе мапы. В итоге у вас уже с мапы пойдет одна entry. Country, АУ, number 100. Очень много людей не используют дефолтный интим до самого Hadoop. Почему, не знаю, но, в общем, это хорошо ускоряет. Итак, немножко кода. Кода совершенно мало, поэтому не пугайтесь. Он, я думаю, приблизительно одинаковый с Second Bar. Что вам тут кажется неправильным? Кавычки. Кавычки. Нет, синтаксис правильный. В общем, что я часто видел, когда люди процессят логи. Вместо того, чтобы добавить нужную информацию в лог, в сам лог-entry, люди логкапят эту информацию на этапе мапа. То есть, идет мап, мап должен заниматься исключительно агрегацией. калькуляции, там, своей маленькой логи. Но ни в коем случае он не должен ходить, там, например, в базу, да, за какой-то дополнительной информацией, которую кто-то почему-то забыл положить в лог. В лог положить всегда дешевле. Всегда дешевле через сеть передать больше данных, чем потом на каждой логике ходить в базу. Что тут не так? Ну, где результат тренинг? Где? Ну, оно спрятано в трех точках. Что, не это дели? А зачем делать ключи? Что делать? Ключи. Зачем делать ключи? Вот это? Да. Ну, я же объяснял для страны. Вот это ВСП. То есть, вы ключ формируете только по нужным вам полям, до КНП1. То есть, тут, фактически, у вас на выходе вот этот кейф, в примере со страной, это будет ключ, который, там, в актуалерах, не одном поле, КАНДРе. С назначением АУ. А резерв. Ну. И ВЭЛУ, это не новничка. Возвращаются по ключу всех данных? Включаются данные? Не, не совсем, да. Но, не знаю. Что еще? Делают иногда и противоположную ошибку. Добавляют слишком много ненужных данных. Ну, например, компания в вашей табличке в базе данных, она выглядит как ID, name, blah, blah, blah. Куча других изменяемых полей. В итоге у вас агрегация происходит по вот этому полю. Но, кто-то может поменять это поле, да, зайдет, редактирует компанию, это поле уже будет любить. У вас кодут за процессом этот name по-другому, и у вас будет гораздо больше разбития на ключи, то есть, гораздо больше разных вариаций значений. Это не очень корректно. Проще вот завязываться на такие неизменяемые вещи, это кампейн и идти. И все. Существовать агрегацию именно по этим изменяемым данным. Ну, тут все очевидно. То есть, ни в коем случае не делайте никакие его операции на мапе, редюсе и вообще в хадупе, в принципе. Потому что у нас на негейже так изначально сделали. В результате, если база недоступна, джоба фейлится. Если фейлится какой-то констрейн, фейлится все джоба. Перегнать джобу это 20-30 минут ждать. Плюс это медленно. Ну, то есть, одни минусы. В коем случае так и делают. Так. Это чисто джобская специфика. Это, в принципе, тоже. Но, может, кто-то догадывает, что это не так? Это тоже очень сильно влияет на performance. Всегда, чаще всего, есть некие нюансы, которые позволяют этого избежать. В частности, в случае, там, джобская клиента, там можно переписать так. Потому что вот этот output-collect, он уже сразу сервизирует себе entry и таким образом выражает ему грузку очень сильно. Немножко по сетевому логоду. Сейчас, ну, это вот приблизительная картина, как это выглядит. То есть, трафика очень много. И мы из-за трафика столкнулись с большими проблемами, именно конкретно в Амазоне. Ну, начнем с Elastic Cache. Почему-то Elastic Cache работает не очень круто. И периодически мы получаем тайм-ауты, даже при отсутствии какой-либо нагрузок. Почему так происходит, не знаю. Мы связывались с support, даже с разработчиком Redis. Разработчик Redis грешит на, скажем так, на виртуальной машине Амазона. Амазона файлится говорить, мы не виноваты, это у вас проблема. В общем, проблема существует, мы пока не нашли решения. Но вот почему-то при вот таком тайм-ауте, да, периодически файлится у нас connection. Бывает. Но немного. Еще по Elastic Cache, да, как я уже говорил, там нет репликации с одного кластера на другой. Ну и в принципе сам кластер это совершенно не кластер. То есть вы в кластере можете поднять только одну ногу и сделать репликацию за вторую ногу с возможностью репликации на эту ногу. Все. То есть никаких нескольких агентств поднять пока нельзя. Ну и плюс, не знаю, чем думали разработчики, но по-минему сделали такую подставку. User M4 ябрала. То есть User M1 реально либо партнер 4. По Амазону мы, ну, из-за этих хайлодов, мы столкнулись с множеством проблем. Вот так. Лимит по сети, package per second rate limit. То есть буквально на каждом уровне амазоновской архитектуры есть определенный лимит. И вы, как бы, пока не дорастете к хайлоду, вы его не видите. Но когда дорастаете, он внезапно нарисовывается и представляет собой не очень приятный сюрприз. Ну, это вроде все. Все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok